В художественном музее новая экспозиция. На этот раз на стенах красуются полотна московского художника Милы Маркеловой. Автор работает в своей собственной манере – экспрессивном реализме. До 25 августа можно увидеть. Сочные и красочные коллажи, объединенные общей темой. На полотнах наши земляки, чьи образы узнаваемы с первого взгляда. Портреты не просто похожи внешне, они отражают внутреннее состояние людей и их души. Работы Милы Маркеловой – это истории не про друзей и знакомых, а рассуждения на вечные темы. Каждое полотно похоже на живописный спектакль, режиссером которого выступает сам автор, обыгрывая буйство красок, экспрессивно-реалистичный манер и подача материала. Выставка разделена на три блока. Встречают гостей монументальные портреты русских женщин в узорчатых платках. Первый блок посвящен платкам. Все импостаси женской жизни от старости до юности, но как бы через платки. Там у каждого героя свой платок, если вы обратите внимание, свое эмоциональное состояние и свой орнамент на платке. И это навеяны экспозиции музея, работами Венецианова, которые у вас в музее находятся, и стихотворение блока «Плату узорной на доброви». Второй блок посвящен свадебной тематике. Эти работы – часть праздничного цикла художника. Для проекта автор выбрала самые главные, на свой взгляд, русские торжества – Новый год, день рождения и свадьбу. В экспозицию художественного музея вошла последняя серия полотен. Причем картины отражают не только настроение молодоженов и гостей, но и некоторые исконно русские свадебные традиции. И ложная невеста, мужчина, наряженный в женскую фату. Есть такая традиция на свадьбе, когда наряжают мужчину или какую-нибудь самую пожилую женщину в фату, и жених должен на ощупь определить, невеста его или кто это. Ну, такая вот традиция. Мне хотелось все эти традиции нарисовать даже так, потому что это тоже уходящая такая натура. По словам Милы Маркеловой, цель ее творчества – зацепить саму жизнь, оставив на полотнах не столько конкретный социальный срез нашего общества, сколько лица своих героев в истории искусства. Для этого многие работы автор пронизывает гротеском, чтобы показать неделимость жизни на белое и черное. Завершающий третий блок – это ранние полотна автора. Они посвящены библейским мотивам и чуть более сдержаны в своей цветовой палитре. Впрочем, гостям выставки пришлись по вкусу все три блока. Выставка такая яркая, многогранная и радостная. Представлены здесь разные периоды. Вот художество нам уже рассказывало. Изображены разные события человеческой жизни. Изображены очень так интересно, ярко, с юмором. И непосредственно. Вот люди показаны так, как бы подсмотрены, так, какие они есть. Ракурсы цвета линии Мила Маркелова в каждой работе ищет новые пути в своем же искусстве, создавая острые и запоминающиеся образы. Проследить творческий путь мастера с 90-х годов прошлого века по настоящее время, а также раскрыть для себя радостное приятие жизни, можно на выставке художественного музея до 25 августа. Живопись и графика на тему еды от 20 рязанских авторов в одном месте. Посмотрите, насколько разнообразно их творчество. Идея выставки Ирины Сусаниной пришла внезапно. Она увидела лук, изображенный на деревянной доске, и поняла, что художники создают это неосознанно. Они творят так, как им нравится, не думая о скрытом смысле. Если же им назвать тему, то могут возникнуть проблемы с вдохновением. А ведь на самом деле здесь есть некая концептуальность. Очень мало личностного какого-то вклада. Ну, помимо индивидуального стиля, потому что у некоторых художников очень яркий индивидуальный стиль, но часто это бывает как бы все закрыто для зрителя. Люди видят просто пейзаж и натюрморт. Поэтому придумать название, которое даст возможность уйти за пределы этих направлений, я считаю, что это интересно и для художника, и для зрителя. В итоге на выставке представлено более 40 работ 20 художников. Кто-то выставил картины из давно написанных, кто-то специально создавал новые работы под заданную тему. Например, у Валентины Чавкина, заслуженного художника, натюрморт нашелся в ранних работах. О выставке он узнал совершенно случайно, прокомментировав это так. Порой мы не диктуем жизнь, а она ведет нас. Одна из его картин, которую можно увидеть – селедки. Я писал вот эти селедочки, да, чтобы они вот именно как-то блистали на фоне, скажем, скатерти, значит, там это, и бауничка ярко там блестела. Вот, значит, ну, мне кажется, это получилось. Художник Александр Семенов свою картину, говорит, написал с натуры. Одним махом за полчаса просто настигло вдохновение. Но вот отношение к еде у него свое. Я реалист в этом плане. Я вот, для меня еда – это еда. То есть, я понимаю, здесь тематика выставки, она несколько раскрыта дальше еды. Но, в моем понимании, все-таки еда – это еда. И, ну, я вот как вижу, так, собственно, и стараюсь это показать именно в естественном виде. Есть и те, у кого натюрморт и пейзаж – основные жанры в живописи. Так Татьяна Власова отметила, что часто художники используют овощи и фрукты для поиска цветовых решений и образных задач. И никакого скрытого смысла не закладывают. А выставка как раз и задала тон, что же значит про еду и не только. Думать и размышлять о концепции в изображении даров природы. Само название выставки, которое Ирина предложила, ну, заставляет просто задуматься об этом. А что, вот только изображение предметов или не только это? А не только – это значит решение какого-то образа, какого-то смысла, какой-то идеи. Может, это образы, там, лета, осени, там, настроения, радости, веселья или там вообще ночь какая-нибудь. Вроде все просто – про еду. А на деле – очень глубоко. И есть о чем задуматься – поразмышлять. С 4 по 12 августа в Рязанской области пройдет фестиваль «Небо России». Главными и самыми насыщенными днями станут 9, 10 и 11 августа. В этом году организаторы ожидают 35 команд со всей страны. Пилоты продемонстрируют свое мастерство и поборются за Кубок России по воздухоплаванию. «Небо России» проводят с 1990 года. Более чем за 30 лет фестиваль стал своего рода визитной карточкой региона. В 2024 году организаторы обещают зрителям и участникам 7 спортивных полетов в разных районах области, насыщенную развлекательную программу, возможность подняться в небо на воздушном шаре и сделать невероятные фотографии. Основная же фестивальная площадка находится в 60 километрах от Рязани и в 3 километрах от города Спаск-Рязанский на берегу Спасского затона реки Аки. Основные мероприятия начинаются 9 августа. В этот день запланированы тренировочные полеты. Точки взлета публикуются в соцсетях за час до планируемого старта. Культурно-развлекательная программа будет проходить с 12 до 21 часа на главной фестивальной площадке. Гостей ждут живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фудкорты, активности для всей семьи. Кроме того, в этот день, если позволит погода, обещают провести вечерние свечения или рязанские воздушные игры. Субтитры создавал DimaTorzok